Известный психолог Джон Уотсон утверждал, что если ему дать дюжину здоровых младенцев, он сможет сделать из них кого угодно – врачей, юристов, художников, нищих или воров, независимо от их происхождения или генетической предрасположенности. Сначала он провел эксперименты с 8-летним Альбертом, а затем применил свою теорию при воспитании собственных детей. По сути, он применил научный метод к психологии человека, который назвал бихевиоризмом. В эксперименте «Маленький Альберт» Уотсон использовал метод классического приучения, чтобы запрограммировать ребенка на страх перед лабораторной крысой. Ранее Павлов продемонстрировал, как приучение может вызвать биологические реакции, которые наследуются генетически. Уотсон предположил, что мы также можем привить новые формы поведения, которые не передаются по наследству. Для проведения эксперимента Уотсон и его ассистентка Розали Рейнер поместили мальчика в комнату, где свободно разгуливала белая крыса. Затем Рейнер ударяла молотком по стальному пруту каждый раз, когда Альберт протягивал руку, чтобы дотронуться до крысы, что пугало Альберта и заставляло его плакать. В конце концов, Альберт попытался убежать от крысы, что свидетельствует о том, что он научился бояться крысы. Несколько недель спустя Альберт проявлял страх перед любым пушистым предметом, показывая, что его привычка была не только закреплена, но и распространялась на другие объекты. Уотсон предположил, что наше поведение является либо рефлексом, вызванным стимулом, либо следствием нашего индивидуального опыта, подкрепленного наказанием. В отличие от Фрейда и Юнга, его не интересовали мысли или разум, поскольку, по его мнению, анализ действий и реакций был единственным способом применить научный метод к психологии и получить объективное представление о поведении человека. Он считал психологию объективной отраслью естественных наук. Ее цель – предсказание и контроль поведения. Как и его коллеги-бихевиористы, он считал, что интеллект, темперамент и личность определяются средой, в которой воспитывается ребенок. Уотсон опубликовал книгу «Психологическая помощь младенцу и ребенку». В своей книге он советовал родителям не трогать детей слишком часто и сохранять эмоциональную дистанцию, чтобы не избаловать их. «Игра с детьми», предупреждал он, «может нарушить их привычный распорядок дня». «Счастливый ребенок не плачет и не ищет внимания». Его книга стала бестселлером, и вскоре другие ученые того времени стали советовать отказаться от демонстрации привязанности. Правительства некоторых западных стран начали раздавать листовки с рекомендациями родителям перестать целовать своих детей. Родители развивали идею о том, что днем детей нужно оставлять сидеть тихо. Ночью их следует оставлять плакать в одиночестве, пока они не заснут. Этот метод назывался «обучение сну». Уотсон, у которого было трудное детство, хотел стать хорошим отцом и применял свои методы к своим четырем детям – Джону, Мэри, Джеймсу и Уильяму. К сожалению, все сложилось не так, как планировалось. Джон всю жизнь жаловался на нестерпимые головные боли и умер в возрасте 50 лет. Мэри страдала алкоголизмом и пыталась покончить с собой, как и ее брат Джеймс. Уильям покончил с собой в возрасте 40 лет. Уотсон якобы признавался, что сожалеет о том, что написал о воспитании детей, так как понял, что не знает об этом достаточно. К концу жизни он стал затворником и перед смертью в 1958 году сжег все свои последние труды. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы мы и дальше делали подобные видео, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Поддержите нас комментарием и станьте нашим патреоном на patreon.skolus. Ваша поддержка очень важна для нас.